Сеук! 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 Мы с большим интересом ожидаем продолжения боевого континента. Тан Сан уже скоро станет морским богом. Финальная битва приближается. Битва с двумя богинями будет эпичной. Случится много невероятных событий. Некоторые из них довольно трагические. Всё это нас ждёт в фильме, что завершит историю боевого континента. Однако на самом деле это не конец. Нас ждёт Боевой континент 2. Он должен стать достойным продолжением первой части. В конце каждой серии Боевого континента нас знакомят с персонажами и событиями второй части. Нам показали новых монстров Шрека, а также главного героя и героиню. Но возникает главный вопрос. Увидим ли мы хоть кого-то из первой части? Тан Сана, Ся Ву, остальных монстров Шрека и всех так полюбившихся нам персонажей. Чего ожидать от Боевого континента 2? Как многие уже знают, главными героями станут Хо Юй Хао, новый гений континента и дочь Тан Сана и Ся Ву. События во второй части происходят спустя 10 тысяч лет. Очевидно, что с этого времени многое изменилось. Как же Тан Ву Тонг, дочь Тан Сана, очутилась на Боевом континенте? Ей же не может быть 10 тысяч лет. Тан Ву Тонг родилась в Божественном царстве. Дело в том, что здесь время течёт иначе, чем в мире людей. Поэтому, спустившись на Боевой континент, она была довольно юной. Тан Ву Тонг родилась первым ребёнком, единственной дочерью Тан Саной Ся Ву. Выросшая в Божественном царстве, она была известна как Возмутительница Спокойствия, которая часто задевала других богов. Она была похожа на бунтарку в мире богов. В конце концов, она устала от жизни в Божественном царстве. Ей стало любопытно, и она захотела увидеть, что происходит в мире смертных. Скорее всего, Тан Сан много рассказывал своим детям о его приключениях на Боевом континенте. Ведь именно здесь он стал богом, поэтому мог перешагнуть в измерения, где живут божества. С интересом к миру людей, Тан Ву Тонг спустилась на человеческую землю. Интересно, что Тан Сан не запретил ей покинуть родной дом, хотя на Боевом континенте её, вероятно, ждало много опасностей. Тан Сан разрешил ей спуститься к людям, так как хотел, чтобы она увидела землю, где он вырос. Однако, он также запечатал её воспоминания и истинную силу, иначе силой богини она могла бы причинить обычным смертным много вреда. Очевидно, что Тан Сан не стал бы отпускать свою дочь, не будь он уверен в её безопасности, поэтому он постоянно присматривал за ней. Согласно оригинальной книге, Тан Сан довольно часто будет появляться в Боевом континенте 2. И как же круто нам будет снова увидеть Тан Сана, пусть даже всего в нескольких эпизодах. Уверен, многие соскучатся по старым героям. После того, как Тан Ву Тонг попала в людской мир, она была принята в ещё существующий на данный момент клан Чистого Неба, во главе с Нютианом и Тайтаном. Оба они на самом деле были человеческими реинкарнациями друзей её матери и отца, Дамин и Эрмин. Тан Ву Тонг называла их Дядя Дамин и Дядя Эрмин. Классно, что мы снова увидим этих зверей, пусть и в другом обличье. Тан Ву Тонг продолжала жить и тренироваться с ними, пока не была принята в Академию Шрек. Чтобы скрыть свою истинную личность, члена клана Чистого Неба, она сменила имя на Ван Дун и притворилась мужчиной. После чего, спустя некоторое время, она познакомилась с Хо Юй Хао, который впоследствии станет её мужем, а ещё позже он станет богом уровня короля, как и Тан Сан. Впервые увидев Хо Юй Хао, Тан Ву Тонг, почти так же как и Сяу с Тан Саном, в первый день учёбы затеяла с ним драку. Однако, в отличие от них, сначала они некоторое время не признавали друг друга. В нескольких триллерах, что показали в конце серии Боевого континента, нам показали, как будут выглядеть Хо Юй Хао и Тан Ву Тонг, а также их друзья, остальные монстры Шрека. Одним из новых персонажей, которых показали, является учитель Хо Юй Хао, Муэн, титулованный бог-дракон, мастер павильона морского бока, бывший глава наблюдательной группы Шрека, а также он был известен как самый сильный человек в Академии Шрека за последние сотни лет. Муэн – пиковый титулованный 99-го уровня, рождённый в семье тирана-дракона Синей Молнии. Кроме того, его предками являются великий мастер Сиаган и Лю Эрлон. Его дух мутировал в яркого святого дракона, когда пробудил свою боевую душу в возрасте 6 лет. В возрасте 8 лет его сила достигла 20-го уровня. В возрасте 18 лет он возглавил Академию Шрека, чтобы выиграть континентальный турнир, и встретил своих друзей в этот период. Муэн был парализован после битвы с Дубиши, а позже прорвался на 99-й уровень с помощью таблетки дракона. Его боевой дух – это яркий священный дракон, ветвь серебряного дракона, высший среди боевых душ драконов и чистейшее наследие клана драконов. Он также имеет три красных кольца. Во второй части боевого континента мастерам необходимо уплотнить ядра души, чтобы прорваться через ранги 90-99-й. Сила души сжимается из жидкого состояния в твёрдое, и будет погружена в срезоточие души мастера. Хо Юй Хао сконденсировал второе ядро души. Муэн превратил его душу в чистую духовную силу, чтобы помочь ему стабилизировать ядро души. Внешность Муэна довольно обычная, а фигура невысокая. Ему уже больше 250 лет, живёт он сдержанной и простой жизнью. Носит серую мантию и чёрную одежду. Прожив долгую жизнь, его глаза стали тусклыми, с опущенными веками. Также, когда он стоял, его спина была почти согнута. Ему приходилось использовать костыль, поэтому он часто лежал в кресле. Муэн любит лежать перед общежитием первокурсников во дворе Академии Шрека, потому что здесь он может видеть учеников внешнего двора и исследовать силу этих детей. Ему очень нравится такая жизнь, и только так он может унять одиночество в сердце. В первой части боевого континента Тан Сан, Ся Ву, Нинран Рон, Джу Цин, Дай Мубай, Оскар и Махан Дзюнь образуют 7 остров Шрека, которые живут и умирают вместе, любят друг друга как братьев и сестёр, и наконец вместе становятся богами. Во втором боевом континенте также есть 7 остров Шрека, но состав команды изменился. Нам отчётливо показали модели новых 7 монстров, в том числе Хо Юй Хао и Тан Вутон. Капитан новых монстров Шрека Бэй Бэй занимает то же место, что ранее Дай Мубай. Нетрудно заметить по картинке, что он внешне очень похож на Дай Мубая. Такие же золотые волосы и такая же аристократическая одежда, но темперамент у него не такой властный как Мубая. Сяо Сяо позиционируется как мастер поддержки в новых 7 монстров. Как и Ранрон в первом поколении, она больше похожа на милую маленькую принцессу, по характеру добрую и невинную, умеющую заботиться о других. Этот персонаж неплох с точки зрения модельного дизайна, и не полностью позаимствовал элементы стиля Нин Ранрон. Как вы думаете, кто красивее, Ранрон или Сяо Сяо? Хе Кайто – один из популярных персонажей нового поколения Шреков. Дизайн его внешности заимствован у Маханзюня в первой части. Он более худой, чем Маханзюнь, а его лицо тоньше. Сюй Сан Ши имеет стиль подобно Оскару в первом поколении Монстров Шрека. Однако есть ещё один человек, чьё моделирование вызывает вопросы. Это Дзян Нань Нань из новых 7 монстров. Дзян Нань Нань во второй части – богиня нежности, обладающая тем же боевым духом, что и Сяо Ву, гутаперчевый кролик. Как самый популярный персонаж в боевом континенте, образ Сяо Ву уже глубоко укоренился в сердцах людей, а её костюм кролика с милыми ушками ещё более незабываем. И когда костюм кролика Дзян Нань Нань был выставлен в видео, она как будто не соответствует своему образу в оригинале. У неё нет милого чувства Сяо Ву, она даже выглядит как второстепенный персонаж, нет какой-то изюминки. Мы сегодня очень много поговорили о персонажах боевого континента 2. Все они очень интересные, у каждого своя история и судьба. Нужно дать им шанс, и возможно они станут такими же знакомыми и близкими, как сейчас Монстры Шрека. Но и не стоит забывать, что Тан Сана мы увидим, и других персонажей с первой части. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех за поддержку и активность на канале. Большое спасибо тем, кто помогает мне со вторым каналом. Спасибо спонсорам за помощь. Спасибо тем немногим, кто жертвует донаты. Особенно недавно это Ислам, Ирина и Игнор. Очень приятно видеть такие сообщения. А теперь... Если вы досмотрели до этого момента, это круто. Ребята, вы молодцы. Напишите в комментариях, ожидаете ли вы появления Тан Сана в боевом континенте 2. Подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok